Доброе утро! В нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет ее директор Надежда Канцерова. Доброе утро всем! Доброе утро, Надежда Магомедовна! Я благодарю вас за то, что вы наконец-то нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Хочу за это вас поблагодарить. И знаете, вот так получается, что по большей части мы в наших программах, да и вообще говорим о больших общеобразовательных школах. И как-то несправедливо обходим стороной вот такие маленькие частные школы. Но там тоже занимаются прекрасные дети, преподают прекрасные преподаватели, прекрасная успеваемость, прекрасные выпускники. Вот вы сами сказали, что у вас вот такая камерная атмосфера, маленькие классы. Мне бы хотелось узнать Медину. Как вы создавали, для чего вы создавали? Да, школа Медина создавалась истоками, можно считать, еще открытой музыкальной школы мной в мои студенческие годы. Когда мне очень хотелось, чтобы дети в аулах могли слушать музыку, слышать ее, понимать. И научиться хотя бы элементарно играть. Пусть они не поступали в музыкальное училище или в консерватории, но хотя бы культура их уже повышалась. Поэтому, будучи студенткой, вот у меня был такой оптимизм. Мне очень хотелось, видимо, потому что я была сама этого лишена. Я училась в аульской школе у прекрасных педагогов. Ну, вот музыкально-эстетическая сторона у нас была немножечко как бы откинута. Поэтому, создавая эту школу, я обратила внимание на то, что в обычной школе при прекрасных учителях не все дети могут освоить школьную программу. И вот возникла мысль, а почему не создать? Пусть она будет меньше, но будет качественнее. Пусть в классе будет не 30-40 детей, пусть будет 10-12, но учитель охватит своим вниманием каждого ребенка. Поэтому и выполнение домашнего задания, и их трехразовое питание, и культурный досуг, их развитие, в общем, все возложили на плечи прекрасных учителей. У нас отличная команда в школе. И надо сказать о том, пожалуй, о самом главном, что в этом году вам исполняется 25 лет. У вас работают прекрасные социальные педагоги. Получается ли вашим выпускникам, как говорится, поступать в те самые топовые вузы? Да, есть у нас выпускники наши, которые учатся, поступили после удачной итоговой аттестации в нашей школе. Ну, в городских школах, так же, как и все, мы аттестованы, аккредитованы уже давно, уже лет, ну, с 13-го года у нас есть аккредитация. И вот с 13-го года наши ученики получают наш аттестат, аттестат нашей школы. И практически стопроцентное, скажем так, поступление, стопроцентное поступление детей. Очень многие уже работают у нас в республике. И уже скоро приведут своих детей. Приносят пользу. Конечно. Надежда Магомедовна, я еще, знаете, о чем хочу сказать. Не надо об этом умалчивать. О том, что все-таки ведется у вас в школе благотворительность, благотворительная работа. Детки, которые не могут платить за обучение, они не платят. Не платят. Да, мы идем навстречу. Если мы видим, что ребенок мог бы достичь больших успехов в учебе, но, к сожалению, родители не платежеспособны. У нас жаль, что нет сейчас меценатов, которые могли бы поспособствовать развитию этого движения. Ну, мы хоть и маленькая школа, мы идем навстречу. И в год 2-3 ребенка заканчивают нашу школу бесплатно, не оплачивая. Ну, что же, я благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, я хочу пожелать вам еще много-много-много-много юбилеев. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо нашей гостиной. Ну, а наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на карачаевском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Вятские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова